Здравствуйте! Мы с вами говорим о деньгах. Какие они есть? В прошлой, второй серии, мы затронули наследие Карла Маркса, как классика в деле описания капитализма. Классика Маркса – это трехтонный капитал. В нем Маркс выводит весь капитализм из характеристики товара, как первоатома богатства, из которого этот капитализм построен. В функции интересующих нас денег Маркс насчитывает несколько. Единственная функция, которая что-либо способна измерять – это функция меры стоимости. Не цены, а именно стоимости. Понятие, которое выводит на первых четырех страницах капитала, из понятия товара. Анализ товара, он начинает банально. Каждую полезную вещь можно рассматривать со стороны качества и со стороны количества. Никто не против. Дальше интереснее. Каждая вещь может полезна с различными своими сторонами. Открыть эти различные стороны, а следовательно многообразные способы употребления вещей – из дела исторического развития. То есть способ употребления любой вещи, скажем, обычного топора, классик относит в неопределенное будущее. Далее. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. К этому моменту понятие потребительной стоимости Маркс не ввел. Так что, сами понимаете, от себя же я добавлю – не следует множить сущности без необходимости. Полезность – она и есть полезность. Чего проще? Вещь имеет множество свойств. Так нет же. У нее висит и потребительная стоимость. Первая лишняя введенная сущность. Раз Маркс решил, что у товара есть потребительная стоимость, то она у него является вещественным носителем миновой стоимости, которая внутренняя, присущая самому товару. Товар не просто имеет цену, а является вещественным носителем. Это как? Вот перед нами кирпич. На рынке стоит 10 рублей. Какая внутренняя, присущая самому товару миновая стоимость, есть у нашего кирпича? И это второе лишнее введенное понятие – второе умножение сущностей. Назначить цену можем. Торговаться – пожалуйста. Но вот с внутренней, присущей самому товару стоимостью, у нас возникнут значительные трудности. С зыбкой своей позиции Маркс, похоже, понимает, ибо пишет следующее. Миновая стоимость кажется поэтому чем-то случайным и чисто относительным, а внутренняя, присущая самому товару миновая стоимость, представляется каким-то противоречием в определении. Снимая нарочитое выпеченное противоречие, он относит между собой некоторое количество железа и пшеницы и утверждает, что в обоих товарах есть существующее само по себе нечто общее и главное – внимание, равной величины. Что именно, классик? Кто его знает? Но вывод у него хороший. Следовательно, обе вещи равны чему-то третьему. У меня и у вон той шикарной блондинки 90-60-90, наверное, есть что-то общее. Но ведь не равной величины. А если равной, почему бы этому общему не быть равным такому же вот той пышной брюнетке? Да и вообще у кого угодно. Но о чем именно ты нам толкуешь, классик? И далее в таком же духе. Из рассуждения о товаре Маркс старательно удаляет отношения людей. Не мы или они приравняли, а железо само, имея внутри нечто общее, равное величины. И пшеница сама тоже, имея нечто общее. И здесь и далее капитал состоит из малозаметных подмен, которые накапливаются. Такая, например, если мы действительно отмечемся от потребительной стоимости продуктов труда, то получим их стоимость, как она была только что определена. Таким образом, то общее, что выражается в миновом соотношении или в миновой стоимости товаров, и есть их стоимость. Это общее, как вы заметили, дивным образом парит над продуктами и вообще над миром, а кипривидение оно их не касается. Несмотря на утверждающие фразы получим, как она была только что, в его тексте нет определения стоимости. Но нету. Нет его и потом. Хотя есть многочисленные дополнения к тому, чего нету. Ну да, все знают, что есть, а этот... Вся рота не в ногу. Чтобы доказать отсутствие понятия стоимости, сначала себе. Я первые четыре страницы капитала, где оно якобы описано, разбил на самые мельчайшие смысловые атомы. И по правилам сетевого планирования есть такой раздел математики. Построил их связи между собой. Если связь есть, смысловые атомы соединяются между собой стрелками. Если смысловые атомы сведутся к одной точке, сетевой график однозначно покажет итог. Вот оно, определение стоимости. Если смысловые атомы свести в точку не удается, определение отсутствует. Как вы видите, смысловые атомы повисают в пустоте и близко не достигая определения того темного квадратика справа. Маркс пыжится, а определения нет. Не удается определить высосанное из пальца понятие. Не удается классику умножить сущности. Смотрите, нужды в понятии стоимости, отличном от цены, у читателя не было, а у Маркса было. Почему? Ох и нудный же докладчик, скажете вы. А я предупреждал. Ну потерпите чуть-чуть, оно того стоит. Наберем воздуха в легкие и погружаемся в Марксову алхимию. Он старательно обходит человечью роль в оценке. Не мы люди определяем цены, а оно само. Чтобы объяснить, как оно само это делает, Маркс пытается ввести хоть какие-то параметры стоимости. Величина его эквивалента, стоимости как таковая, не получает никакого выражения. Она фигурирует в стоимостном уравнении только как определенное количество данной вещи. А дальше у него откровенное мелкое жульство. Голова сахара, как физическое тело, имеет вес, но голова сахара не дает возможности почувствовать ее вес. Телесная форма железа столь же мало является формой проявления тяжести. Чтобы выразить голову сахара как тяжесть, мы приводим ее в весовое отношение к железу. Не к железу мы приводим сахар, а к весу железной гири. Гирю можно заменить на каменную или из манной каши, но ведь нас интересует конкретное свойство того, что мы назначили эквивалентом. Вес, а не железо или манная каша. Но Маркс-то приравнивает именно к железу. К чему он клонит? Можно вообще-то догадаться, к всеобщему золотому эквиваленту. Но уже очень долго клонит. Тут бы я с восторгом снова процитировал Маркса. Голова сахара не дает возможности почувствовать ее вес. Открытие, что все можно поменять на все, у Маркса называется полной формой стоимости. А есть еще эквивалентная, всеобщая, денежная, со множеством отклонений и пояснений. Форма того, чего нет. Ну и зачем все эти нудные рассуждения вокруг единственного слова, спросите вы? А дело в том, что в числе функций денег, указанных Марксом в полтора века назад, в капитале и которые все без изменений полтора века повторяют, есть всего одна, которая может что-то измерять. Функция измерения меры стоимости, меры того, чего нет. Остальные функции денег организационные или управленческие. Средства платежа и средства обращения, сокровища, мировые деньги. Если я был убедителен, то мне удалось объяснить, что не стоимостью управляют сами по себе, как пыжился доказать Маркс, и не деньги сами по себе, даже золотые. И через деньги управляют вами и мною. А как управляют, на то будет четвертая и последующая серия. Увидимся!